В отделе полиции женщина утверждала, что нашла карту, а вернуть ее не имела возможности. Но данная видеозапись опровергает все сказанное. Владелец карты по рассеянности оставил ее на платежном терминале, а подозреваемая даже и не думала ее возвращать. Завершив операцию, женщина положила карту в сумочку и поспешила к мужу. Потерпевшего они не установили, никаких мер не предприняли для того, чтобы вернуть банковскую карту. В банк также не обратились, чтобы сообщить о нахождении данной карты. Благоверный супруг, получив в руки неожиданный подарок судьбы, в течение двух часов обходил магазины и совершал различные покупки. Сначала запасся сигаретами, а потом, войдя во вкус, взял виски и деликатесы. Общая стоимость покупок составила более 6 тысяч рублей. Опустошив карту, мужчина поспешил ее выбросить. Когда семейный банкет был прерван сотрудниками полиции, возмущению супругов не было предела. В настоящее время они основные фигуранты в уголовном деле о краже. В случаях, если вы вдруг обнаружили чужую банковскую карту, не принадлежащую вам, было бы благоразумно обратиться на горячую линию. На каждой банковской карте с обратной стороны указан телефон горячей линии. Начинается 8 800 и, соответственно, принадлежащий каждому банку. Ну, либо при отсутствии возможности выделения данного банка, который находится близлежащая, и сообщить о том, что данная банковская карта была утрачена и она найдена. То есть это самый благоразумный способ избежать совершения преступления в дальнейшем, если вдруг появится соблазн каким-либо образом распорядиться денежными средствами, которые на ней находятся. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.